Прямо сейчас подключаем к нашему эфиру эксперта по вопросам безопасности Иван Варченко. С нами на связи Иван Григорьевич. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Как нас слышно, Иван? Я вас слышу хорошо. Да, да, супер. Иван Григорьевич, сразу предупреждаю, что по всей Украине есть перебои с электричеством, с интернетом. Просим прощения заранее перед нашими зрителями. Да, звук может пропадать. Ну, Иван Григорьевич, вопрос, я думаю, не стоит вам первый задавать. Вы прекрасно знаете тему разговора и прекрасно сами все видите и слышали все эти ракетные удары. Вам слово просто. Вот ваши эмоции, ваше мнение, ваши позиции. Ну что, российский смертельно раненый дракон делает то, что может делать смертельно раненый дракон. Бьет хвостом, пышет жаром и, конечно же, старается нанести как можно больше, понимая, что ему ничего не светится. И, конечно же, терпя постоянные неудачи на украинских фронтах, а теперь еще и Крымский мост, который был уничтожен ювелирно практически. Это классика, это точно будет классика спецопераций. После того, как будет понятно, чья это операция, кто это сделал, эти люди точно войдут в историю спецопераций. Без угрозы для мирного населения, практически без угрозы, с минимальной угрозой для мирного населения. Конечно же, Россия, как всегда, компенсирует ударами своей неудачи на фронтах, свои потери в живой силе и технике, компенсирует удары по инфраструктуре, по цивильной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре Украины. И мы понимаем, что это последнее, что может сделать Путин в конвенционной войне. Говоря о том, насколько их хватит, да, эта неделя обещает быть тяжелым для всех городов Украины. И мы понимаем, что Украина в целом в тяжелом противостоянии более восьми лет бьет эту российскую гидру сейчас. И мы понимаем, что это для нее последний бой. Она бросила все свои силы, и все, при том это очень близко к тому, что точно все свои силы конвенционной войны. Сейчас ракеты летят просто с десятками и сотнями. И мы понимаем, что у них этот ресурс исчерпается очень в короткое время, если они такую интенсивность предложили. Но Украине нужно выдержать. Сегодня я вижу, как общество наше, как украинская нация, опять же, консолидировалась. И вопреки тому, что ожидают враги, украинцы не испугались. Украинцы не кинулись в истерику, как это мы видели в России. Украинцы помогают друг другу. Мы понимаем, что все службы украинские, служба с чрезвычайных ситуаций, и национальная полиция Украины вместе с национальной гвардией, вместе с вооруженными силами Украины, которые находятся сейчас, и те подразделения, которые находятся в городах, помогают мирному населению нашему избежать более тяжелых последствий этих ударов. И наоборот, эти удары консолидирует украинское общество еще более общего врага. Мы понимаем, что мы свою честь и достоинство не отдадим ни за какие угрозы и ни за какие такие бесчеловечные вещи, которые они делают. То, что Россия террористическое государство, они доказали в очередной раз. И то, что мы сегодня наблюдаем по всей территории Украины, уничтожение мирного населения украинского, это именно главная ознака, главный признак, главный террористического государства. Я думаю, что за этим последнее четкие формулирования сейчас в других государствах, в Соединенных Штатах Америки прежде всего, в европейских государствах. И Россия будет признана террористическим государством со всеми вытекающими для нее последствиями. И в принципе, то, что делает сейчас Путин, это только приближает конец России по ценой больших-больших потерь для российского населения. Вот каждый россиянин, смотря на эти кадры из Украины, он должен понимать, что каждый выпущенный снаряд — это дополнительная тысяча рублей из его кармана, который он будет делать. За снарядов летят сотни и тысячи. На сегодняшний день каждый россиянин стал беднее на сотню тысяч рублей. Каждый россиянин. Вместе с вашими детками маленькими, вместе с вашими стариками. Вот каждый стал беднее, потому что за это придется платить. И за это вы будете платить целыми поколениями. Каждый день войны — это 30 дней, в лучшем случае это 30 дней, это месяц того, что вы будете расплачиваться потом на протяжении долгих и долгих лет. Ну вот где-то так. Вот это мои ощущения. Иван Григорьевич, скажите, пожалуйста, можно ли сказать и назвать это такими, знаете, конвульсиями перед смертью? Давайте говорить прямо. И я про Путина. Конечно. Мы вчера видели его обиженное лицо, после того, как ему доложили, что к... Витбипу, витбипу. Прошу прощения. Мы все были свидетелями того, как вчера, когда Путину доложили о том, что к взрыву на Крымском мосту каким-то образом причастны спецслужбы, службы безопасности Украины, его недовольное лицо, обиженное лицо, лишь говорило о том, что в очередной раз Путина и тут, простите за слово, нагнули. Скажите, пожалуйста, можно ли это назвать такими себе конвульсиями перед смертью, перед концом? В целом, концом диктатуры правления Путина? Конечно, конечно. Этот дракон будет еще бить хвостом, насколько у него хватит этого хвоста. Но мы понимаем, что смертельное ранение в виде, опять же, того, что уязвимы, самые скрепы режима Путина, оно сейчас порождает очень большие внутренние как раз течения, которые однозначно в России осуществляются, как бы мы там аналитически не оценивали. Возможно, они оттянутся во времени, но ненадолго. С каждым своим ходом, с каждым своим решением Путин приближает конец своего режима. И даже при всем цинизме российского населения, мы понимаем, что вчерашний его разговор с генпрокурором России, это скорее такое ощущение того, что можно, да, можно теперь безнаказанно. Он сделал откуда-то этот вывод о том, что можно бить безнаказанно по мирному населению, по гражданской инфраструктуре, по энергетике Украины, уже даже немного не оглядываясь. И он давал четкие приказы. Если тогда мы понимаем, что где-то на протяжении полугода еще были возможности у генералов что-то решать, нажимать ту или иную кнопку или не нажимать, исходя из военных предпочтений, то на сегодняшний день исключительно политическое видение Путина относительно того, как сберечь свою жизнь, как сберечь свою власть в России, то исключительно оно диктует любые действия сейчас в России. И точно найдутся генералы, которые будут, нажимают кнопку, и точно найдутся генералы, которые будут стараться остановить Путина. Но мы понимаем, что в Украине нужно делать свое дело, свою работу, и мы делаем свою работу, и вооруженные силы Украины, и общество, они понимают, с каким врагом нам приходится бороться, они понимают, мы понимаем, что он готов на все, на любые злодеяния, которые можно только придумать. И поэтому, конечно, понимая это, мы несем свою работу, делаем, исполняем свою миссию, уничтожая это зло, угрожающее всем делом. Смотрите, тут есть следующая информация касательно самопрозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Зачитаю новости, с вами попробуем обсудить, подумать, что это значит. В связи с обострением на западных границах, это цитата Лукашенко, на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Это говорится в общем заявлении Лукашенко и Путина. Это то, о чем мы говорили ранее, что сегодня планируется срочное заявление самопрозглашенного президента Лукашенко. Скажите, пожалуйста, говорит ли это о том, что уже вот тот момент, о котором мы очень много раз в эфира говорили, тот момент, когда Беларусь в лице самопрозглашенного Лукашенко официально объявит о том, что также принимают участие в так называемой специальной военной операции по факту войне против Украины? Что они скажут, уже не имеет для Украины значения, поскольку все силы и средства, которые могли быть задействованы в Беларуси, они практически за небольшим исключением, а именно живой силой, они работают в Украине. То есть и территория, и вооружение, как мы видели, они уже доставляют, поставляют России и танки, и снаряды, и артиллерию. Поэтому если сейчас Лукашенко решится на то, что живая сила Беларуси пойдет на Украину, то я напомню, что белорусы, в отличие от россиян, ненасколько были поражены российской именно пропагандой, антиукраинской историей, и большинство белорусов понимают, что Украина ни разу, ни разу за всю историю не угрожала жизни и здоровью белорусов. И что все, что делается сейчас, это исключительно из инициативы России. Лукашенко – это поп личных, знает, такой подельник российского диктатора, который сейчас понимает, что у него тоже нет шансов сохранить не только свою власть, но еще очень такие изменчивые шансы на то, что он сохранит жизнь после этой агрессии. Он, конечно, ищет себе варианты, как сохраниться. И, конечно, он, как и каждый диктатор, конечно, ценой своей нации, ценой своего народа. Если они решатся сейчас отправить тысячи белорусов на верную смерть в Украину, то мы понимаем, что это вряд ли получит одобрение в белорусском народе. И это очень быстро, очень быстро белорусы будут принимать решение, а как дальше относиться к войне и к Лукашенко. То, что касается белорусских силовиков, если он отправит их, а не мобилизованных белорусов, то силовики тоже скажут, Лукашенко, мы же тебя уважали, мы же били тут, понимаешь, оппозиционеров твоих, а ты нас отправляешь опять на смерть. То есть это цепочка всех действий, которые будут где-то создавать большие проблемы в самой Беларуси. Конечно, ну и решение белорусского народа. То ли он будет уничтожать своих сыновей сейчас в украинской войне, то ли он просто возьмет и повернет свое оружие против своего диктатора, и в конце концов Беларусь превратится в цивилизованное государство, а не в государство, вот такую шавку возле агрессора, возле этого дракона российского. И еще вопрос. Смотрите, сейчас также мы видим о том, что опять же от безвыходности вы, если я не ошибаюсь, прогнозировали это еще пару месяцев назад в нашем эфире. Вы прогнозировали то, что Путин от безвыходности и от массовых поражений на поле боя может пойти на самый ужасный шаг. Это нанесение ядерных ударов, локальных, либо полностью там каких-то массированных. Или же, как мы сейчас видим, массированный ракетный обстрел. Если я не ошибаюсь, 84 ракеты было с утра по Украине. Ракетных ударов нанесено со стороны Черного моря и со стороны Каспийского региона. Давайте сейчас с вами попрогнозируем. Речь о ядерном оружии. Нарастает реалистичность нанесения удара? Она просто есть. Эта возможность просто есть. Она существовала 9 месяцев назад, она существовала 5 лет назад, она существует сейчас. То будет ли использована эта возможность? Вот, нам нужно поставить точку на том, что эта возможность есть. И, соответственно, понимать, что она есть. Украина не может начать ядерную войну. Потому что у нас нет ядерного оружия. Начать ядерную войну может только Россия. И именно она сейчас активно двигается к той красной линии, после которой будет только либо шаг назад, либо катастрофа прежде всего для России. Каждый россиянин должен понимать, что он сидит. И установка с российским ядерным оружием, созданным 50 лет, а то еще 60 лет назад, это при самой России. И если он это понимает, то россияне, конечно же, должны вместо того, чтобы водить хороводы за ядерную войну, должны взрослеть, что называется. Потому что за этим жизнь и здоровье вошли. То, что касается возможности этой ядерной войны, конечно же, здесь в руках. И Украины меньше всего, но цивилизованного мира. Как раз эти вожили, эти точки, эти кнопки, которые могут остановить и в руках цивилизованного мира. Но прежде всего они в руках тех военных и тех политиков российских, которые не хотят умирать вместе с Путиным. Которые не хотят принести в жертву. Вот для этого диктатора, да, именно из этого диктатора целые российские народы. Или то, что называется российским народом. И свое собственное благополучие, конечно. То есть мы понимаем, что они где-то могут быть тоже заинтересованы в том, чтобы не дать России нажать на ядерную кнопку. Поэтому мы надеемся, конечно, на здоровый густ, как говорится в Украине, на здравый смысл со стороны тех, кто понимает, что такое ядерное оружие. Но понимаем также, что на сегодняшний день мир стоит ближе всего к использованию этого ядерного оружия. Наверное, за всю свою историю. Если даже вспомнить Карибский кризис, то мы понимаем, что на сегодняшний день уже слова, которые сказаны и действия, которые сделаны, именно начало войны и ход ведения этой войны в Украине со стороны России, и это уже намного ближе к ядерной катастрофе, чем даже во время Карибского кризиса. Мы понимаем, что кто-то должен остановить этот диктатор, этого диктатора. Кто может? Украинские вооруженные силы делают то, что от них зависит на полях, на фронте. У нас нет борьбы с мирным населением. Россия не борется с мирным населением украинским, уничтожает его, терпя поражение на всех фронтах. Ну и мы понимаем, что, опять же, цивилизованный мир должен использовать абсолютно все свои инструменты и все возможности для того, чтобы остановить этого диктатора. Если его можно остановить имеющимися силами и средствами, то их нужно использовать именно сейчас. И также, еще один момент, еще одно уточнение. Мы видим также действия Российской Федерации сейчас. И может ли это как-то повлиять на настроение внутри самой Российской Федерации? Ведь мы видели все, как нарисованные цифры о якобы поддержке действий специальной военной операции, так называемой, якобы 70% россиян это поддерживают. Но когда объявили о частичной, так называемой, мобилизации, более 300 тысяч россиян просто покинули страны. Что говорит о том, что россияне не готовы и не хотят воевать. Вот эти массированные ракетные удары, уже сейчас имеем обновленные цифры. Около 100 запущенных ракет было с самого утра по территории Украины со стороны Российской Федерации, со стороны временно оккупированных регионов. Я имею в виду Черноморский регион и временно оккупированный Крым. Скажите, пожалуйста, поменяет ли это как-то настроение внутри Российской Федерации, внутри российского общества? Может ли это быть следующим толчком к тому, что Путина вынесут ногами вперед? К сожалению, не могу сказать, что трагедия и беда украинского народа может каким-то образом очеловечить российское общество. Нет. Только кровь собственных солдат, только кровь собственных детей, мужьев и братьев и отцов может отрезвить россиян от путинской пропаганды. К сожалению, да. То я скорее ожидаю то, что они в очередной раз с энтузиазмом, знаете, таких религиозных фанатиков будут аплодировать тому, что обстреливается Украина. Да, в какой-то части будет нарастать, возможно, вопрос, а почему стреляют по мирным людям. Но, к сожалению, для нас мы имеем в виду с такой субстанцией, которая далека от морали, от совести, от человеческих качеств. И сегодня только собственная боль позволит россиянам вставать более человечными. К сожалению, здесь не могу поддержать ваш оптимистический прогноз, что каким-то образом ускорят российские... динамику Путина, не поддержки Путина в России. А вот эту динамику точно ускорят успехи вооруженных сил Украины на всех украинских фронтах. И когда первые эшелоны с пакетиками мобилизированных приедут в Россию, вот тогда россияне станут прозревать. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру, Иван. Пожалуйста, берегите себя и держите нас в курсе. Будем рады включать вас в дальнейшем в прямой эфир информационного марафона на телеканале Freedom.